Слава Господу! Мир вам и благодать да умножится! Мы с вами из Кобрина, я из Кобрина, брат Плосминска. У нас в Кобрине есть радостная новость. Вы в Бресте, наверное, не слышали, далековато живете. Бог любит вас. Я из Кобрина и родился в Бресте здесь, но жизнь моя вся прошла в Кобрине. С братом я познакомился не так давно, с сестрой Наташей, знакомы мы давно. И вместе служили в тюрьмах, в колониях одно время. Я зачитаю, мы все во времени, я ограничил во времени тоже. И буду стараться вложиться в это время отведенное. Знаете, в одну церковь один брат приехал, 30-40 минут проповедует, а потом говорит, что вам, дорогая церковь, еще сказать, и все так громко, аминь скажи. Так вот, если я вам надоем раньше времени, скажите громко, аминь, я скажу тоже аминь. Договорились? Я зачитаю всем историю библейскую. Я думаю, вы много проповедей слышали. Евангелие от Марка. Прочитаю с 21 стиха 6 главы и ниже. Когда Иисус опять переправился в лодке на другой берег, собралось к нему множество народа, он был у моря. И вот приходит один из начальников синагоги по имени Иаир. И, увидев его, падает к ногам его и усиленно просит его, говоря, «Дочь моя при смерти, приди и возложи на нее руки, чтобы она выздоровела и осталась жива». Иисус пошел с ним, за ним следовало множество народа и теснили его. Одна женщина, которая страдала кровотечением 12 лет, много потерпела от многих врачей и стащила все, что у нее было, и не получила никакой пользы, но пришла еще в худшее состояние. Иисус, услышав об Иисусе, подошла сзади в народе и прикоснулась к одежде его. Ибо говорила, «Если хотя к одежде его прикоснусь, то выздоровею». И тотчас иссяк у нее источник крови, и она ощутила в теле, что исцелена от болезни. В то же время Иисус почувствовал сам себе, что вышла из него сила. Обратился к народе и сказал, «Кто прикоснулся к моей одежде?» Ученики сказали ему, «Ты видишь, что народ теснит тебя». И говорит, «Что прикоснулся ко мне?» Но он смотрел вокруг, чтобы видеть ту, которая сделала это. Женщина в страхе и трепете, зная, что с нею произошло, подошла, пала перед ним и сказала ему всю истину. Он сказал ей, «Черь, вера твоя спасла тебя, иди в мире и будь здорова от болезни твоей». Когда он еще говорил сие, приходят от начальника синагоги и говорят, «Дочь твоя умирала, что еще утруждаешь учителя?» Но Иисус, услышав сие слова, тотчас говорит начальнику синагоги, «Не бойся, только веруй». И не позволил никому следовать за собою, кроме Петра, Яков и Иоанна, брата Якова, приходят в дом начальника синагоги и видят смятение плачущих и вопиющих громко. И, войдя, говорят им, что смущаетесь и плачете? Девица не умерла, но спит. И смеялись над ним. Но он, выслав всех, берет с собой отца и мать девицы и бывших с ним и входит туда, где девица лежала. И, взяв девицу за руку, говорит ей, «Талифа куми, что значит девица? Тебе, говорю, встань». И девица тут сейчас встала и начала ходить, ибо было лет двенадцать. «Видевшие пришли в великое изумление». Такая история нам оставлена, она меня так вдохновляет и впечатляет часто. Потому что я знаю, что наша христианская жизнь, братья и сестры, она не всегда на высоте. Мы очень много молимся, и нам в очень много молитве говорится, и у Луки написано, что должно нам всегда молиться и не унывать. Но приходит и уныние в нашу жизнь. Приходит и разочарование в жизнь. И Господь показывает нам на примерах у Иаира. Мне эта история так удивительна, что я когда представляю на мгновение этого человека, который подошел к Иисусу и следовал за Иисусом, и когда он услышал такие новости в свою жизнь, кажется, что творилось, происходило в сердце этого человека. Что тогда происходило, когда он услышал такую новость? Говорит, ты не утруждай больше своего учителя, твоя дочь-то уже бессмысленна, она мертва. Братья и сестры, сколько в своей жизни моя мама слышала такие слова. Ты не утруждай Бога, ты еще не видишь, что твой сын уже мертв. Я хочу сказать, может сегодня кому-то это поможет, может кто-то разочаровывается, может кто-то десятилетиями молится и ответа не слышит. Знаете, Бог сказал Иаир, говорит, не бойся, только веруй, и исцелена будет, и спасена будет. Не бойся. Это время, которое шел Иаир, я понимаю, это проверки его веры. А наша вера, друзья, она проверяется плохими новостями. Наша вера, она неоднозначно будет этими новостями проверяться. Ты что еще? Уповаешь на Бога? Ты что еще думаешь, что ты исцелен, или дети твои исцелены будут? Или этот человек спасенный будет? А Господь в глубине сердца, о чем мы слышали сегодня, услышать Слово от Бога, не бойся, только веруй. Моя и твоя вера, она будет высмеяна, как эта вера и Иаира, вместе с Иисусом, смеялись над ним. Скажите, над ком из нас не смеялись, когда мы людям рассказываем, и нас люди говорят, ты и вправду еще веришь? И высмеивают. Но Господь контролирует всю ситуацию от начала хождения Иаира до последнего момента. Я родился в семье, где у меня мама верующая, а папа жил своей жизнью. Я с детских лет слышал Евангелие, с детских лет слышал Слово. До определенного времени в воскресную школу ходил. Но смотря на людей верующих, у меня сложилось впечатление, что это люди, которые в жизни не состоялись, которые разочаровались, которые не сумели чего-то добиться в этой жизни. Вот они пришли уже и в церковь и молятся какому-то Богу, им больше безвыходная для них ситуация. Я думал, это самые несчастные люди, которые есть вообще на земле. Сегодня я с уверенностью всем говорю, что это самые счастливые люди. Это самые радостные люди, которые познали Господа Иисуса Христа. С этой мыслью я рос в определенный момент, когда уже мама ничего не могла сделать, наверное, лет 14. Как многие, наверное, надо брать от жизни все. И в 16 лет я был уже первый раз судимый. В 16 лет и до 33 лет своей жизни, я до 33 лет, потому что в 33 года я покаялся, до 33 лет я имел уже 6 судимостей и почти 19 лет отсиженных. Это так по-скоротечному все шло. Я бывало освобождался, я через сутки ехал на очередной срок. Я сутки на свободе, и опять новое преступление. Я помню, освободился в очередной раз, а мама на коленях молится. Я переступаю через нее, думаю, что ты молишься, кому ты молишься. А она все время говорила, а я, сынок, верю в того Бога, которому я тебе верила. И я верю, что ты не только будешь спасенный, но ты будешь проповедовать Евангелие. Она это исповедание всю свою жизнь исповедовала. А потом мне говорит, знаете, как мама жила, говорит, может, сынок, ты бы уже женился бы. Я не знаю, как у вас, братья, но я понимаю, что вообще мужчина, я вообще сам по натуре эгоист. Я наблюдал жизнь верующих людей, и думаю, мне бы такую жену верующую. Ты живи, как хочешь, делай, что хочешь, она тебя прощает, она тебя кормит, а ты, в общем, ну, как кот в масле, думаю. И я маме говорю, я если женюсь, то только на верующей. А мама говорит потом, а я в своем сердце думаю, какая верующая за тебя выйдет вообще, глядя на тебя. Но Бог так распорядился в жизни, у меня эта мысль была всегда, потому что я наблюдал жизнь верующих людей, и мне очень хотелось верующую жену. И вот один прекрасный момент, я познакомился, сегодня она моя супруга, мы уже с ней в браке, у нас трое детей, внучка есть. И очередной раз я с ней, когда мы познакомились, встретились, начали жить блудом, как в этом мире, говорят, гражданский брак. Она забеременела, у меня очередное преступление, и меня в очередной раз садят. И она мне пишет записку, говорит, что мне делать с ребенком, я буду делать аборт. А я в своей жизни так хотел девочку почему-то, я себе размышляю, думаю, но всякого в жизни моей было. Но я детей еще только не убивал, на этот шаг я не пойду никогда. Я ей говорю, ты роди ребенка, я дай моим родителям, я освобожусь и буду воспитывать сам. И вот с этими мыслями меня увозят на Барановича, на тюрьму, и значит, в камере возле меня человек, Библию читает тоже, познакомился, у него, кажется, бабушка верующая. Я ложусь, и мне снится сон. Я вижу свою жену в белой фате стоящую. И смотрю на себя, я весь черный, в черном костюме, такой весь черный грязный. И она меня зовет, а я говорю, я не могу к тебе подойти, я тебя выможу. Она сама подходит ко мне, она светится, и опять подходит, говорит, подойди ко мне, я не могу, я тебя выможу. И тогда она подходит ко мне, обнимает меня, и я просыпаюсь такими словами, возрадуйся за жену свою и за дочь свою. Я еще не знал, кто у меня родится. Я просыпаюсь, бужу, товарища, я говорю, слушай, у меня жена покаялась и дочка родится. Он на меня смотрит, говорит, наверное, Валера, тебе очередной срок. Что-то с головой. И я с этими мыслями, ко мне приезжает адвокат на тюрьму и говорит, у меня есть нечто что-то тебе сказать. Я говорю, что у меня жена покаялась? Она говорит, откуда ты знаешь? Я говорю, не знаю. Ну, жена... Я говорю, так скажите, что у нас дочка родится еще. Откуда ты знаешь? Я говорю, не знаю, но так вот как-то, говорю, я имею понимание. И у меня действительно жена покаялась первая, и я имею жену-христианку, будучи еще неверующей. Вот такой Бог наш чудесный. Тогда создавалась церковь в Кобрине, Володя Марчук начинала, она на евангелизации покаялась. Она одна из первых членов церкви была у него, он еще принимал окрещение. И вот везут, и у нас дочка родилась, Анжелика ее назвали. И мне жена, когда уже покаялась, она говорит, Валера, я сразу узаканивать отношения хочу. Я говорю, пожалуйста, я не против. И у нас в КПЗ была свадьба, у нас начальник КПЗ свидетелем был, а адвокат свидетельница. Самая романтичная свадьба, которая может быть только все. Поэтому и 9 дней было дочке, и мне ей разрешили принести, показать. И вот я в таком состоянии, везут на суд, знаете, как тревога, так до Бога все люди бегут. Герои мы, когда нас не видят, когда мы, вернее, когда мы при людях герои, когда мы сами остаемся, мы понимаем, что мы как-то что-то надо. И я тогда говорю, Господи, вот сделай в моей жизни так, чтобы мне срока меньше дали. Это была моя, наверное, первая молитва. А сам себе думаю, как такое может быть? И вот нас везут на суд, нас судил Брестский областной суд по составу преступления. Значит, прокурор, государственный обвинитель запрашивает моему подельнику 25 лет, а мне запрашивает она 7 лет, а третьему человеку 3 года. И на следующий день привозят на приговор, и меня первого поднимает судья и говорит, «Послушайте, я не знаю, что вчера произошло, но государственный обвинитель или по незнанию закона, или что-то у него с памятью стало, она не имела права тебе запросить меньше 13 лет, 4 месяцев лишения свободы особого режима. Так как она сделала ошибку, дабы это сгладить, говорит, все, я даю тебе 7 лет особого режима. А у меня ком к горлу, думаю, как государственный обвинитель, проработавший всю жизнь на этой должности, могла сделать ошибку или не знать законы. И я понимаю, что это прямое вмешательство Бога в моей жизни. И так я получил 7 лет особого режима на суд, на роспись, когда пустили мою одну маму. Она мне подарила Библию такого формата, только меньшего, в каждом переплете. Ничего не разрешили, только Библию. Но она ее подписала, и она подписала ее так, читая эту книгу, сынок. Она откроет тебе Иисуса Христа, даст тебе свободу от греха и жизнь вечную. И эта Библия, она со мной, и уже когда привезли нас в особый режим, в глубокое, собралась в камере, камера, наверное, 4 на 6, 18 человек в три яруса, а все как закурят, можете представить, я в своей жизни как-то свободно бросал, ну, считал, что силой воли можно сделать все. А здесь ни одного дня без сигарет не могу, вообще не могу, и никто не может. И я смотрю, у меня на тумбочке Библия лежит, и лежит рядом пачка сигарет, и мне мысли приходят, вот эта сигарета 10 сантиметров, она тобой владеет. Если бы это была простая привычка, от нее можно было подказаться. А если ты не можешь отказаться от одной сигареты, которая владеет тобой днем и ночью, значит, ты раб этой сигареты. И я вот в этих мыслях открываю Библию, мне открывается Евангелие от Иоанна, 8 глава, 36 стих, и я смотрю и читаю. Итак, если Сын освободит вас, истинно свободны будете. Я со страху закрыл Библию, но думаю, вариантов нет, надо помолиться. По телогрейке накрылся, я говорю, Господи, если ты меня любишь, если я тебе не безразличен, я не заслуживаю прощения ни у тебя, ни у людей, но освободи меня хотя бы от этих сигарет. И так я уснул. Я проснулся в следующий день, я забыл, что я и молился. Я смотрю на сигареты, да не хочется, такое впечатление, что конфет наелся, сладкое во рту. День 2-й, 3-й, на 3-й день уже у меня товарищ говорит, Валера, ты курить бросил? И я вспоминаю. Я говорю, нет, не бросил. Он говорит, так ты ж не куришь. А мне говорят, а ты ж уже и матами не ругаешься. А я слушаю свой разговор и думаю, вот это дела. И этого Бога я не просил, а ни одного сквернословия в моей жизни. И мне самому такая речь понравилась. И я говорю, а что ты сделал? Я говорю, прочитал Библию, помолился и не курю. Они говорят, а что прочитал? Я говорю, не знаю, что. Открыл, прочитал, помолился и не курю. Мне дай Библию. Я еще дал, кроме меня, 3 человека. Я не знаю, что они читали. Но трое были освобождены от сигарет славы и благодарения Господу. С того дня ни одной выкуренной сигареты мне очень захотелось как-то с верующими встретиться. Выхожу на прогулку, спрашиваю, захожу с прогулки. У нас передвижение ограничено только на прогулку, на 2 часа водили. Захожу по пути в библиотеку и говорю, здесь верующие приходят к вам. Он говорит, приходят сектанты только некие какие-то, писядники. Я говорю, как к ним попасть, к этим сектантам? А он мне говорит, ну тут невозможно, говорит, попасть. Надо, чтобы ты определенную часть срока отсидел. А потом только я в камеру пришел, помню, сел. Я говорю, Господи, я не знаю, что ты в моей жизни будешь делать, но я очень хочу к верующим. Это была моя простая молитва. Я свидетельствую перед Богом, братья и сестры. Не прошло ей, наверное, полгода. Открывается дверь в камеру. Заходит мой начальник отряда, смотрит на меня и говорит, Валера, ты хочешь на раскрытый режим содержания? А я понимаю, мне плакать хочется. Думаю, неужели Бог что-то сделал? И он говорит, в связи с тем, что переполнена тюрьма, президент Лукашенко с министром ВД изменили закон в Республике Беларусь. И теперь не надо отсиживать эту часть срока. Я был один из первых, кто выходил на послабленный режим содержания. И я думаю, вот это Бог. Такой-то Валера в какой-то камере помолился простой молитвой. Бог взял Лукашенко и министром МВД, поменял их мышление, понимание ради того, что одно его дитя хочет к народу Божьему. И я думаю, слава и благодарение Господу. Я вышел на раскрытый режим, пришел на собрание, где собирались тогда в глубоком. Много было верующих. Они поют псалмы, мне кажется, что я их всех знаю. Пастырь проповедует, пустили воскресенье. Я думаю, когда он закончит свою проповедь? Когда он уже призывать к покаянию будет? Я сегодня смотрю, пастыря в другой раз так призывают. Я сидел с мыслью. Я вышел на покаяние, и я получил от Господа прощение и грехов, спасение и жизнь вечную. С того дня, нощение началось раньше, но после молитвы ни одной выкуренной сигареты, ни одного сквернословия. С моего срока Бог сократил еще срок наказания. Свидетельство. Есть у меня время еще? Приехала жена на свидание. У нее мама. Очень не хотели детей больше. Я в тюрьме, у жены. И она так не хотела. Знаете, а мне очень сына хотелось. А жена приехала во всеоружии, с правосвящегося зачаточными. Я помню свидание. Пустили она на кухню готовить. А я на колени. Я говорю, Господи, я так сына хочу. У меня имя уже есть, ему Давид. Я знаю, что никакие противозачаточные средства не могут противостоять твоей силе зачатия. Дай мне сына. И я быстро встал, пока жена не пришла. Со свидания приезжает жена домой, пишет письмо. Валера, не может быть. Я беременна. Я говорю, может быть. У нас сын родится, и Давидом назовем. У нас сын родился, и Давидом его назвали. И это Господь, это тот Бог, в Котором мы верим. Это тот Бог, о Котором вы сегодня слышали. Живая вера в живого Бога. Я освободился с мест заключения. С детьми не могу увидеться, пока сидел. Теща все бумаги собирала на лишение моего отцовства. Домой не могу зайти. Помню, пришел детей постретить. Теща вышла на лестничную площадку и кричит. Соседи, милицию вызывайте. Убийца пришел. Я с разочарованием, со слезами вышел. Говорю, Господи, сделай в моей жизни что-то так, чтобы я мог полноценно жить с семьей. И в один прекрасный момент звонит мне жена. Говорит, у моей мамы очень сильно болит живот вечером. Ну, давай молиться, молимся. Она говорит, не поговорю, но в скорую вызываю. Вызвала скорую. Врачи проехали, уколов дали, ничего не помогло. Вторично приехали, сказали, если что, утром в скорую вызывайте, в больницу везите. И когда утром ее забрали в больницу, завезли ее по-быстрому на рентген, ее на операционный стол разрезают. И врач-хирург, который разрезал, он быстро зашивает и говорит, я даже в реанимации ее не опущу. Я не понимаю, как так может быть, что, говорит, если ей ничего не болело, за эти сутки сгнило около 30 сантиметров кишечника. Говорит, зовите родственников, прощайтесь. И я помню, встал на колени, я говорю, Господи, я Тебя прошу о милости к этой женщине, я прошу о милости к маме, к моей тещи. Она столько, может, да, сделала в жизни. Я не говорю, говори все время о покаянии ей надо. Я помню, как брат говорил, когда ты получаешь слово от Бога. Я помню, на молитве стою, я слышу свое сердце, мне Бог проговаривает и говорит, меня подогнать никто не может. Но если я начал свое шествие, меня никто уже не остановит. Я говорю, Господи, я не останавливаю Тебя, я лишь прошу о том, чтобы, как головня из огня, пусть, ну дай ей милость и покаяние. Я жить не смогу, если она в ад пойдет. И я молюсь, и после молитвы звонит жена, и говорит, Валера говорит, моя мама готова, чтобы ты приехал с пастырем помолиться молитвой покаяния. Хотя до этого, говорила, помру ни одного баптиста, чтобы нас в моих похоронах не было, боя из того света вас достану. И мы приехали, помолились, она уже с трудом произнесла молитву покаяния. Прошло пару часов, она тяжело вздохнула и сказала, Господи, Господи, отошла. Мне всякая надежда на то, что однажды я с ней встречусь там на небе. Это такой Бог, которому мы служим и которому верим. Освободился, пошел в работу искать, своей биографией, ни трудовой, ничего, никто не хочет на работу брать. Обошел весь Кобрин, последняя инстанция, Кобрин-Древ, думаю, пойду. Захожу туда, иду всю дорогу, молюсь. В отдел кадров захожу, говорю, директор УССР, смотрю, на табличке висит, директор, он еще местный депутат. А он вас вызывал, я говорю, нет, не вызывал. Вы к какому поводу? Я говорю, по работе, нам не надо. Я говорю, мне, ну, к директору можно. Она пошла так недоумевая, посмотрела, зашла к директору, он говорит, пустоходит. Я захожу, сидит представительный человек в солидном возрасте. Я говорю, здравствуйте. Он говорит, нам рабочих не нужны. Я говорю, вы меня выслушайте, а потом скажете то, что вы думаете. Хорошо? Он говорит, хорошо. Я говорю, я такой-то, такой-то, шесть судимости, столько сидел, вот такой, я негодяй, но сегодня, говорю, я христианин. Я верующий в Господа, Иисуса Христа. Я хочу начать новую жизнь. Я хочу этими руками зарабатывать честно деньги. Говорю, я пришел к вам, чтобы вы взяли меня на работу. Он так сидел, очки снимает, посмотрел. Говорит, такого экземпляра в моей жизни еще не было. Но у меня работал один баптист. Ради него я возьму тебя на работу с испытательным сроком, потому что он очень честный человек. И я думаю, Господи, хорошо, что кто-то оставил добрый след после себя на этом месте. И он меня взял на работу подсобником с испытательным сроком. В течение пяти лет, братья и сестры, он меня поднял, Бог через него меня поднял в должность мастера, руководителя мастера цеха. И когда начальник уголовного розыска прошлый приехал, этот Кобрин Рев смотрит на меня и говорит, кто тебя взял сюда на работу? Я говорю, послушай, твоя, говорю, служба 30 лет меня ломала, не поломала, а Господь Иисус одним прикосновением просто все в моей жизни поменял. И если, говорю, Он поставил, никто меня отсюда не снимет. А если бы Он не поставил бы, я бы здесь не был бы. Этому вот такому Богу мы служим. Я сегодня мне 52 года, с 33 года я покаялся. Я сегодня счастливый человек. Я славлю и благодарю Господа. У меня прекрасная семья, у меня прекрасные дети, у меня прекрасная работа, у меня прекрасные братья и сестры, да и вы все прекрасные. Если сегодня кто-то разочаровался в чем-то, или же сегодня кто-то проходит, может быть, этот период, когда высмеивают твою веру, или когда плохие новости, знай лишь одно, Господь говорит, не бойся, только веруй, и все будет хорошо. У него все под контролем. Пусть Господь благословит вашу церковь, а Ему за все слава. Аминь. 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 Продолжение следует...